Ну, профессионально кролиководцем стала заниматься с 17-го года. Я получила грант на строительство этой фермы и на разведение поголовья кролика от Министерства сельского хозяйства в размере 1 миллион 450 рублей. За эти средства был построен именно этот корпус, было куплено это оборудование и поголовье. Средств хватило? Нет, мы добавляли свои средства. Мало того, что надо все это построить, это еще надо как-то узаконить бумаги, проекты. Это все очень дорогостоящие тоже процедуры, поэтому сам проект вышел примерно около 2 миллионов. У нас было заявлено 214 тысяч на софинансирование, а получилось мы полмиллиона. Даже чуть больше, чем полмиллиона своих денег. Но мы не жалеем, мы их уже купили. А сами за свои средства мы не смогли поставить в такие сроки такой корпус. До кроличьей фермы мы выращивали уток. То есть мы занимались птицей, мы торговали на ярмарках выходного дня в городе Краснодаре. Торговали почти год на ярмарке выходного дня в городе Ейск. То есть мы участвовали в кубанских ярмарках в 16-м году, в 16-м, в 17-м году. Это в статусе ЛПХ, наверное, было еще, да? Ну, в 16-м году в статусе ЛПХ, а в 17-м уже КФХ. Почему решили получить грант именно на кроличьую ферму, а не на разведение уток? А вот знаете, мы когда стали участвовать на ярмарках, мы поняли, что спрос на кролика намного больше и практически нет конкуренции по сравнению с тем, что птица выращивается почти в каждом дворе. Кролики – это сложное животное, это не так просто купил, и оно само по себе растет. Здесь нужно выдерживать цикл и по ветеринарии, и пропаивать вовремя, и прокалывать. Как бы с этим очень сложно, но если все правильно соблюдать, то проблем нет. Роды разные. Хиколь – это белоснежные, вот эти вот красавицы. А вот, которые с черненьким, это уже калифорнийцы. Серый великан, серебро великан. Много экспериментируем, делаем гибриды. Гибриды более, получается, мясные, поэтому чистую породу я не советую как кроликовод. Вот калифорнийцы самые сейчас, мне нравится порода. Они хорошо и дают привес, и быстро растут. Очень нравятся. Ух ты! Красавец! Сколько же вырастает калифорнийцы? Четыре месяца. То есть, это вот быстро. И как бы с ними, не знаю, мне нравится порода, очень нравится. В плане того, что и мясная тушка красивая получается, и на внешний вид мне они очень нравятся, такие забавные. Животные. Сколько ему сейчас? Сейчас три с половиной месяца. Но это у вас маточное поголовье, да? Ну, это, знаете, это мы оставили уже свое, своего хозяйства оставили, да, себе маточное поголовье. Кстати, очень тяжело сейчас в крае приобрести маточное поголовье хорошее. У нас как бы в крае таких племенных хозяйств нет. И получается, то поголовье, которое приводится из Москвы и, так называемое, из Франции, не всегда соответствует тем требованиям, которые заявляет продавец. Было приобретено 40 голов маточного поголовья в прошлом году. Хиколь, которые не оправдали наши надежды, к сожалению. Они не привели столько, насколько мы рассчитывали, даже 50% не привели того поголовья, на которое мы рассчитывали. Производство как у вас усвоено? То есть вы покупаете маточное поголовье? Ну, либо покупаем, либо свое стадо, ремонтное стадо держим, молодняк, который можем заменить уже отработанную самку на молодую. Осеменяем ее искусственно, кстати, осеменяем. Почему? Ну, чтобы все в один день привели. То есть, чтобы цикл не нарушался, мы осеменяем искусственно. Сами нас научили, мы уже все это умеем. Вот мы оплодотворили самку через 30 дней, ровно через 30 дней. Но очень редко бывает 29-31. Обычно это 30 дней, основная масса приводит малышей. Все, и начинает сама скармливать. Почти 20-20 дней самка практически сама кормит малышей молоком. А уже потом они становятся более самостоятельные, переходят сами на твердый корм. Самка откидывает малышей. И уже в месяц они совершенно самостоятельно, и можно их отсадить от самки. Кстати, вот именно когда самка малышей уже сама отбрасывает, ее уже можно опять осеменять. Мы покупаем гранулу травяную и выращиваем свой ячмень. Своим ячменем. У вас много земли? Нет, у нас земли практически вообще нет. То есть, как бы, 11 гектар у супруга в аренде. Но мы работаем именно на животноводство. Не на растеневодство, полеводство, а именно на животноводство. По поводу бойни. Мы создали кооператив. У нас здесь все фермеры, которые занимаются животноводством, все столкнутся с одной и той же проблемой. В районе нет бойни. Живым весом продаешь-то одна сумма, а когда ты торгуешь мясом, всем другая сумма. Что же не сказать, какая это сумма? Ну, живой вес кролика это 140 рублей за килограмм, а в убитом состоянии тушка килограмм 350. То есть, я думаю, что разница ощутимая. То же самое у нас и с крупно-рогатым скотом, то же самое мелко-рогатый скот, то же самое птица. И мы объединились, мы создали сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив. Сейчас в кооперативе 18 членов. Это все, кто держит какое-то поголовье. Неважно, птица, кролики, нутри. То есть, у всех разная продукция. Мы объединились в 2019 году. А у нас в Министерстве сельскохозяйства есть такая программа. Грант для начинающего кооператива. И мы решили подать туда документы. Подали. Конкурс был тоже очень такой серьезный. Участвовало 15 кооперативов. Одержали победу шестеро. И повезло нам, мы попали в эту шестерку. Получили мы 25 миллионов рублей на этот комплекс по убою первичной глубокой переработки мяса. Он уже готов на 98%. Сейчас там приводим все в соответствие. Пожарную безопасность. Облагораживаем территорию. И планируем запустить уже наш объект в начале августа. На комплексе будет производиться убой крупно-рогатого скота, мелко-рогатого скота, всей птицы и кроликов. Помимо убоя у нас там будет, у нас есть там цех обвалки, цех копчения, холодильные камеры, морозильные камеры. В общем, полный комплекс от убоя до потребления на рынке продукции нашей. Убойный цех может перерабатывать у нас 10 голов крупно-рогатого скота в смену. А птица и кролик 200 голов в смену. Мы можем оказывать также услуги населению по переработке. Я думаю, что даже не то, чтобы оказывать услуги населению. Я думаю, что остальные желающие также просто вступят в наш кооператив и будут также членами и будут пользоваться услугами бойни. Самому очень сложно выйти в сети или соблюдать даже те требования, которые торговые сети выставляют. Это постоянный объем продукции, еженедельный, в течение года. Контракты подписываются на год вперед, и каждую неделю определенное количество мяса вы должны поставить. Вот одному фермеру это сложно выдержать. А вот когда у нас группа, мы уже можем конкретно рассчитывать свою продукцию и уже можем заключать такие договора. Вот именно с этим уклоном мы создали кооператив, чтобы была и переработка, и мы могли большими партиями сдавать свою продукцию. То, что мы получили деньги. У нас же есть еще требование, допустим, создать два рабочих места. То есть мы должны платить зарплаты, должны платить налоги. И это ежемесячно. И это двигает тебя идти дальше, то есть не останавливаться на месте. Потому что если остановиться на месте, все, у тебя уже нет прироста. И ты уже не можешь дальше развиваться. У нас в планах еще поставить таких три корпуса. Сейчас мы тоже над этим работаем, но так как мы и параллельный проект ведем, да, бойню, как бы немножко финансовые вложения и туда идут. Знаете, вот я занимаюсь делом, которое мне не только приносит какую-то прибыль, но еще и нравится. Это тоже очень большой плюс. То есть это не у каждого так получается. К сожалению, даже многие люди, заводя кролика, парочку только, очень разочаровываются в них. Потому что они не понимают, сколько ухода и труда нужно сюда вложить. И фермер в основном никогда не считает свою работу в денежном эквиваленте. Знаете, мы как считаем, там, корма, электроэнергию, налоги, зарплаты, там, еще чего-то. А свой труд мы никогда не считаем.